Тайна покрытая космическим мраком. Это о ситуации, возникшей в аргентинской провинции Неокен. Несколько лет назад в этих глухих местах появились китайские военные. Они огородили огромную территорию в 200 гектаров, на которой закипела работа. Вскоре за колючей проволокой возникло нечто похожее на локатор, высотой с 16-этажный дом. Местных жителей заверили в том, что это Китайский космический центр. Но в это мало кто верит. С моей точки зрения, это никакое не научное сооружение, а военная база. Это китайская военная база, и они не хотят, чтобы кто-либо ее видел. Там так много охраны, они явно что-то скрывают и никому не позволяют докопаться до истины. Зачем вам нужно так много военных, если вы просто наблюдаете за Луной? Локатор, разумеется, появился в аргентинской глубинке не просто так. Соглашение с Пекином о выделении территорий под Китайский космический центр подписали власти этой южноамериканской страны. В документах написано, что это сооружение для мирного изучения космоса. Но тут бывшая министр иностранных дел Аргентины в беседе с журналистами заявила, что Пекин обязался пускать на закрытую территорию всех желающих, но эти условия не выполняет. Более того, у Буэнос-Айреса вообще нет никакого контроля над тем, что происходит за колючей проволокой. Это подтверждают и документы, оказавшиеся в распоряжении Рейтер. Местные активисты попытались докопаться до истины, но эти попытки оказались тщетны. Мы начали переговоры с Китайским космическим управлением. Они же говорят, что это важный объект для изучения космоса. Предложили водить на него экскурсии, привлекать туристов. Но Пекин ответил нам твердым отказом. КНР настаивает на том, что радар предназначен исключительно для мирного изучения космоса. В частности, сыграл значительную роль в недавней посадке лунохода на обратной стороне Луны. Официальный Буэнос-Айрес отказывается признавать потерю контроля над ситуацией. Договор с Китаем в данном случае ничем не отличается от аналогичного соглашения по строительству европейского радара, говорят в администрации президента Макри. Но есть одно «но». Европейское космическое агентство – гражданская организация, тогда как китайским радаром управляют военные. В НАСА уже неоднократно выражали опасения, что объект может использоваться для слежки за американскими спутниками. Но конкретных доказательств этого не предоставили. Истина, наверное, где-то рядом.